Здравствуйте, дорогие коллеги, дорогие библиотекари! От всей души поздравляю вас с прошедшим Общероссийским Днём Библиотек, а также с сегодняшним праздником Международным Днём Защиты Детей. Вспомним, что... Сейчас, одну минутку. Вспомним, что День Защиты Детей учреждён Конгрессом Международной Демократической Федерации Женщин ещё в 1949 году. И это были послевоенные годы, когда сильно действовала антинацистская прививка. И весь мир тогда встал на защиту юного человечества. И наша профессия напрямую связана с защитой детей. Школьные библиотеки и школьные библиотеки дают ребёнку возможность... Счастье. 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 Продолжение следует... 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 И уже не впервые 1 июня мы поднимаем тему школьных библиотек. На слайде вы видите фотографии парламентских слушаний 2009 года, которые были проведены тогда по инициативе нашей ассоциации в Государственной Думе тремя комитетами, комитетом по образованию, по культуре и комитетом по делам женщин, семьи, детей. Это тогда был беспрецедентный случай. И с высокой трибуны мы заявляли о важности нашей профессии, духовно-нравственном развитии наших детей. И лучшие представители профессии многих регионов нашей страны тогда замечательно выступали. А сегодня я рада приветствовать их как участников нашего вебинара. На этих парламентских слушаниях мы не только говорили о проблемах и жаловались, мы вышли со своими предложениями, которые стали основой общественно-государственного проекта тогда в концепции развития школьных библиотек России. И эта концепция впоследствии легла в основу создания уже сегодняшней концепции развития информационно-библиотечных центров. И это важное достижение нашего профессионального сообщества на этапе последних десяти лет. А сегодня мы считаем, что наступает новый этап нашего стратегического развития. И мы опять выходим с новыми инициативами, проектами, предложениями. И несмотря на то, что из-за пандемии мы не сможем собраться в конце июня в Пушкин-Агорье, все эти месяцы на наш форум, все эти месяцы мы активно работали в составе расширенного стратегического комитета ассоциации и готовим сейчас для нашего Министерства просвещения Российской Федерации пакет документов для нового этапа стратегического развития наших школьных библиотек и нашей профессии. И флагманским проектом нашей ассоциации на сегодняшний день является многофункциональный системный проект «Читающая школа». Необходимо отметить, что особенность кризиса детского чтения в России – это слабая читательская среда. Ребёнок, как говорят специалисты, растёт в окружении нечитающих взрослых и в отсутствии качественных фондов детской литературы в домашних и школьных библиотеках. И не случайно одним из символов нашего проекта стала вот эта картинка с таким утверждающим посылом, мыслью, что наши малыши хотят читать, но, к сожалению, не все взрослые могут предоставить детям в нужное время нужные хорошие книги. И школьная библиотека должна и может компенсировать издержки слабой читательской среды, в которой находятся сегодня многие российские школьники, не имеющие дома хороших домашних библиотек. И хотя в международном исследовании 9-10-летних детей России на понимание прочитанного, это известное исследование Перлс, российские дети показывают отличные результаты, но в следующем возрастном промежутке эта результативность падает. В начальной школе ребёнок учился читать. Перейдя в основную школу, он начинает учиться другим предметам с помощью чтения, а уроков чтения у него больше нет. И не все проходят вот этот этап, не все наши дети без потерь. И мы с вами видим в ПИЗе уже к 15 годам очень слабые результаты российских школьников. Все понимают в школе, что чтение – это общее учебное умение. Но вместе с тем на чтение уже не обращают внимания ни родители, которые уверены, что ребёнок умеет читать, ни предметники. Там литература и русские наши ближайшие партнёры, педагоги, словесники. Поэтому сегодня во многих странах Юго-Востока особая роль в дальнейшем читательском развитии школьника отводится новой профессии школьного библиотекаря, педагога-библиотекаря. И во многих странах Юго-Востока, где мне удалось побывать, я видела, что школьные библиотекари прошли сплошную переподготовку, на чём мы настаиваем сейчас, получив опережающее образование по когнитивным наукам, психологии, педагогике чтения детей цифрового поколения. И там уроки чтения на базе библиотеки проходят даже для выпускников школ. Радостно, что в последние годы в результате модернизационных процессов в нашей стране появились уникальные школьные библиотеки с интересным пространством, дизайном, площадью уже 500 квадратных метров. Появились в России и библиотеки с площадью более 1000 квадратных метров. И вы видите сейчас на экране наши такие библиотеки. Это уже не зарубежные варианты развития школьной библиотеки. Но, к сожалению, маленький процент школ имеет такую библиотеку. А значит, не все российские дети имеют такое пространство для своего творческого развития. И наша общая задача – защитить право российского школьника на современную библиотеку. Современный фонд, не только учебный, а возможность иметь умного наставника, квалифицированного библиотечного специалиста. Мы говорим, что мир и простая доброта сердца библиотеки открывают в наших детях свет. И наша культура держится сегодня на плечах этих подвижников. Именно они на рабочих местах создают настоящие храмы для читающих души ребенка. Но без главного инструмента в работе хорошего библиотечного фонда сделать это очень трудно сегодня. И простая, на первый взгляд, тема чтения может обернуться для нашего государства огромными потерями. И не случайно функциональная неграмотность. А мы с такими результатами ПИЗа с вами пополняем ряды функционально неграмотного населения. Функциональную неграмотность называют вторичной неграмотностью. И она причислена к цивилизационным вызовам XXI века. Но сегодня надо отметить, что привлечено внимание особое к теме чтения. И национальный проект образования направлен на решение задачи, которая поставлена нашим президентом, войти в десятки лучших стран мира по качеству образования. Но мы с вами понимаем, что без решения сложнейшей задачи выхода из кризиса детского чтения сделать это невозможно. Мы рассматриваем с вами чтение как ресурс развития, творческого развития ребенка, как возможность развивать когнитивные способности. И что важно, эмоциональный интеллект. Сегодня во всех корпорациях и чары, те люди, которые развивают человеческий капитал, следят за развитием такого капитала внутри корпораций, ставят сегодня самое главное не IQ, а EQ, то есть эмоциональный интеллект. И лучшее чтение для развития вот такого интеллекта наших детей никто еще не придумал. Основным критерием качества школьного образования сегодня являются результаты ПИЗа. И попасть за 6 лет с третьего, десятого на десятое место мы говорим задача, мы это специалисты по чтению, говорим, что задача, конечно, амбициозная. Если учесть, то с 13-го года мы поднялись с вами в ПИЗе лишь на несколько позиций вверх. И вот в одном из исследований ПИЗа, вы видите, 15-летние шанхайские школьники заняли первое место. То есть они продвинулись до пятого уровня глубины понимания смысла предложенных текстов. В то время как российские школьники доходят только до второго уровня. Я не говорю о московских школьниках, я говорю в общем по России. И вот я не буду комментировать эту известную многим специалистам таблицу ПИЗа. Мы просто видим с вами, что наши дети третий, четвертый, пятый уровни сложности не смогли освоить. И тогда мы говорим, а как же они могут справиться с усложняющимися учебными текстами. Особенно важно об этом говорить сейчас в контексте скорого перехода на электронные учебники, которые потребуют от наших школьников навыков уже нелинейного чтения. Или, как говорят наши специалисты по чтению навыков цифрового чтения, которые теряют линейный характер и нагрузка на мозг ребенка при чтении гипертекста. Замечательно, что вас пригласили на платформу Академию Директ Медиа на доклад, я думаю, будет очень интересный, Константина Костюка о тексте, гипертексте. Это сейчас тема на всех наших научных площадках. Все специалисты сейчас об этом говорят. Но смотрите, что сделали страны Юго-Востока, когда они стали переходить на электронные учебники. Например, Новая Зеландия полностью перешла. Они говорят, что для того, чтобы ребенок думчиво, глубоко и быстро читал с экрана, ему нужно сначала пройти хороший курс традиционного чтения с книжного носителя. Поэтому наряду с роботами, огромными залами, с электронными ресурсами в школьных библиотеках мы увидели замечательные книжные фонды. И во многих странах я часто об этом говорю. В пример, Южную Корею привожу, где национальная программа модернизации школьных библиотек была на ИФЛА объявлена как лучшей национальной программой в мире. Так вот, они переоснастили полностью коллекции книжные, несмотря на то, что у них сейчас замечательные электронные библиотеки. Надо отметить, что вот наша проблема осознана руководством нашей страны. И за последние годы были приняты важные решения. И возрождено общество русской словесности, которое по просьбе нашего президента возглавил патриарх Кирилл. И вот несколько месяцев назад уже прошел второй съезд общества. Подписана в правительстве программа концепции поддержки и развития детского и юношеского чтения. Мы надеемся, что будет открыто финансирование этой долгожданной программы. И в разработку этой концепции большой вклад внесла наша российская государственная детская библиотека. По инициативе Российского книжного союза в рамках ежегодного международного культурного форума, который проводится в Санкт-Петербурге, поводятся итоги конкурса на самый читающий регион, который проходит под патронатом губернаторов ваших регионов. И таким образом мы с вами видим, что к теме чтения привлечено внимание на самом высоком уровне. Но несмотря на это внимание и наши многочисленные инициативы на местах, специалисты все-таки отмечают жесточайший кризис детского чтения в России. И дальше вот смотрите, мы умиляемся успехом наших одаренных детей. И многие наши проекты по чтению, в том числе у наших замечательных ментультовских коллег, рассчитаны на эту категорию, на талантливых детей. Но прав Евгений Ярбург, который в интервью «Российской газете», вот вы видите на экране, отметил, что нельзя только, чтобы уже обозначил проблемы государственной безопасности, обращение внимания только на талантливых детей. Главная задача не занимать топовые места в рейтингах, не выпускать как можно больше стабальников, да, ЕГЭ, а надо помочь каждому ребенку, выучить его и помочь найти свое место в жизни. И поэтому нам сегодня необходимы проекты, проекты, которые направлены на всех детей России. И привлечь к этой теме необходимо и общество, и власть, и бизнес, как это делают наши зарубежные коллеги. И я рада, что мы вместе с нашими партнерами сейчас инициировали движение «Мы за читающую Россию». И вы видите наши два главных проекта «Читающая мама» и «Читающая школа». В рамках этого движения «Поекта читающая школа» мы разработали пять шагов к «Читающей школе» стратегию роста. И мы приглашаем вас к участию. Вы видите три этапа. И у нас уже в произвольной форме нам присылают на наш портал, я сразу, опережая вопросы, говорю, что вы можете школой, муниципальным районам, субъектам в целом включиться в этот проект. И, значит, уже разработана дорожная карта. Мы высылаем вам свидетельство, что вы являетесь пилотной площадкой этого проекта, получаете все информационно-методическое сопровождение. И вот посмотрите, как наши разработчики сформулировали, что на первом этапе это сделать так, чтобы у нас учителя читать стали, что каждый учитель – это учитель чтения. И вы видите на экране, что мы предлагаем, вот на базе нашей, вы видите книгу, которую мы издавали, на модульной основе лекции были напечатаны ведущих наших специалистов по чтению. На втором этапе – это уже подготовка, реализация собственного проекта. И когда мы говорим о пяти шагах в читающей школе, то мы имеем в виду урочную деятельность, внеурочную. Третий шаг – это создание активной, образовательной, читательской среды. Это, конечно, самоорганизация родителей, и это самоорганизация школьников. На третьем этапе, поскольку проект многофункциональный, системный и комплексный, он включает в себя и проведение конкурса фестиваля. И вот здесь вы можете тоже принять участие. Я думаю, к первому сентября мы уже направим к началу учебного года положение об этом конкурсе. Конечно, проект позволяет привлечь, мы считаем, внимание и ресурсы всего общества и может стать мощным рычагом в решении амбициозной российской задачи перепрыгнуть за несколько лет на 10-е место в ФИЗе. Ну и также мы считаем, что это важнейший ресурс реализации национального проекта образования. Очень жалко, что в нацпроект образования не вошло направление так, как в нацпроект культура отдельным разделом модельные библиотеки вошли. Мы не вошли, но я думаю, что через вот такие проекты по чтению мы сможем вытащить и свои проблемы нашего библиотечного дела. Проект важен в контексте еще и нового понятия «резилентность», которое было введено в обиход международной группы, которая занимается ФИЗом в 2009 году. Применительно к школьникам из семей с низкими экономическими, образовательными и культурными ресурсами, которые достигают наиболее высоких результатов в тесте. И сотрудники высшей школы экономики вместе с Левада-центром провели исследование на эту тему в ряде российских школ. И выводы вы можете посмотреть на следующем слайде, что даже по внешнему виду уже как оформленное помещение можно сделать предварительные выводы, успешная она или нет. И поэтому я когда говорю, что проект может быть действительно настоящим, народным, наши задачи привлечь сейчас вот к этой теме, внимание, особенно в сельской местности, где от таких школ у нас, по-моему, 60% российских школ наводятся в сельской местности. И вот резилиентность, посмотрите, еще этот термин новый, что такое резилиентность. Потом вы можете скачать эту презентацию более подробно, познакомиться. Но резилиентная школа – это школа, которая идет вопреки всему. Она движется поверх барьеров. И, к сожалению, данные международных исследований показали, что у нас таких всего 5%. И таких вот резилиентных учеников, то есть детей с неблагополучным семейным бэкграундом, ну, несмотря на это, которые показывают высокие результаты, всего 6-7%. И поэтому я думаю, что если мы правильно построим проект, то мы будем решать этот вопрос. Важной составляющей нашего проекта является работа с родителями, создание родительских, просветительских клубов, клубов читающих мам. Мы понимаем, что первая школа для нашего ребенка – это семья, а первый учитель – это мама. И поэтому первым шагом на пути к читающей школе у нас несколько лет назад был проект «Читающая мама». И привет, Камчатки! Я видела, что зарегистрировались. Коллеги надо прибавить плюс 8 часов. И наши дорогие коллеги, которые стали первой пилотной площадкой несколько лет назад в этом регионе, сегодня участвуют в вебинаре. Хотя я так понимаю, что у них уже почти ночь. Вот этот проект позволил включить в наш процесс через мам энергию всех родителей. Вот это важная тоже составляющая была проекта, а значит и всего общества. И вот в связи с ограничительными мерами в стране на время борьбы с вирусом COVID-19 и переходом тогда всех российских школ на дистанционные формы обучения, наша ассоциация совместно с компанией «Диэк Медиа» запустили всероссийскую домашнюю читательскую акцию «Обнимем ребенка с книгой». И впервые, так, вот, вы видите, что эта акция вообще была, вот этот термин «Обнимем ребенка с книгой» родилась в 32-й школе знаменитой города Краснодар, где впервые была открыта комната для читающих мам. И мы говорили в своей декларации, вот вы здесь видите, да, задачи этой декларации, мы говорили, что «Обнимем ребенка с книгой», потому что ни телевизор, ни любой гаджет, компьютер обнять ребенка так не может, как может обнять его мама с книгой. И запустив вот эту декларацию читательскую, мы предложили и разработки лучших российских специалистов, и предоставили доступ к электронному ресурсу на платформе «Библиошколы». И предложили также издание нашей любимой Ирины Ивановны Тихомировой «Уроки материнского чтения». А также «Добро откроем сердце» — это как школа развивающего чтения для мам. И рекомендуемый список рассказов и методические подсказки. Ну и вот совсем недавно вышла новая книга Ирины Ивановны «Уроки материнского чтения» как учебно-методическое пособие уже по реализации этого проекта. А также, вы знаете, детская литература, наконец-то выходит книга «Добро откроем сердце», где вы видите содержание по самым главным направлениям на нравственные темы. Дальше. Ну вот мы, я специально попросила, чтобы разместили в сегодняшней презентации и тех деклараций для тех, кто не знаком, чтобы вы посмотрели уже целостный подход к этой декларации в проекте «Читающая мама». Вот, и видите, что я знаю, что мой ребенок полюбит читать, станет замечательным читателем, добрым и умным человеком, потому что я читающая мама. И радостно, что эту декларацию поддержало наше сообщество на многих сайтах региональных, министерств, институтах развития образования. Была информация вот об этой читательской акции, и вы видите, уже на конкурс к нам приходят замечательные фотографии и видеосюжеты. И радостно, что во время пандемии мы свои акции смогли открыть сердца наших детей в разных концах России. И пока сейчас наши замечательные ученые разрабатывают вакцину от коронавируса, мы с вами смогли дать нашим детям свою вакцину или все радости чтения. И для многих детей хорошая, добрая книга стала настоящим лекарством. Следующий этап нашей акции «Обним ребенка с книгой» – это этап акции «Летнее чтение». И мы сегодня объявляем новый конкурс «100 сказок от книги чтения». Надо отметить, что более 10 лет назад мы уже проводили этот конкурс. Тогда к нам пришло более тысячи работ почти из всех регионов России. Конкурс вызвал тогда живой интерес. В работу включились и библиотекари, и учителя начальных классов, и родители. И мы получили тогда замечательные, взволнованные письма учителей, особенно начальных классов. Идея разработки этого конкурса принадлежит известному библиотековеду нашему любимому профессору Юрину Николаевичу Столярову. В качестве информационно-методического сопровождения этого конкурса мы сегодня предлагаем доступ к электронной версии «100 сказок от книги чтения» и «Методические подсказки». Вот дальше. Это подсказки, это книга Юрия Николаевича Столярова «Сказка. Дверь. Большой мир». И в эту книгу включены лучшие разработки и сценарии мероприятий, которые провели библиотекари и педагоги в ходе первого конкурса «Сказок от книги чтения». И я думаю, вам, наши дорогие коллеги, они помогут не с чистого листа разрабатывать эти мероприятия, а творчески доработав уже то, что на первом этапе сделали ваши коллеги. Ну, вот ещё несколько слайдов, да. Вот вы видите эту книгу. Это также, вот вы видите на экране кусочек из письма, которые мы получали тогда. Вот учитель-словесник пишет, что имеет 27-летний трудовой стаж, участвовала во многих конкурсах, но никогда даже не представляла, какая глубокая заинтересованность будет у детей и у неё, когда они стали читать вот эти по списку, который разработал Юрий Николаевич Столяров, «Вместе с детьми сказки». Но тогда очень много взволнованных писем мы получали вместе с работами замечательными от наших педагогов и библиотекарей, что, к сожалению, ни в домашних, ни в школьных библиотеках полностью этих сказок они найти по списку не могли. И поэтому мы предлагаем доступ вот к тем книгам, которые мы после конкурса уже издали. Ну и также мы считаем, что актуальна сегодня будет книга, которую несколько лет назад мы издали, нашей знаменитой Валентиной Александровной Бородиной, вы видите на экране, «Школа летнего чтения. Заочная творческая лаборатория». Она поможет тоже вам организовать такие творческие лаборатории. И, думаю, этот конкурс мы проведем на высоком уровне. И сейчас мы будем рассылать, и на сайте нашей ассоциации будет выставлено положение о конкурсе. В основном это будет для учащихся первых-четвёртых классов. Дорогие коллеги, мы понимаем, что вот такие акции, они рассчитаны на детей начальной, ну, может быть, основной школы. А сегодня важнейший вектор в нашей работе – это приобщение к чтению старшеклассников. И вот, как отметила Мария Александровна Черняк, в своей только что вышедшей в нашем издательстве книги «Селфи на фоне эпохи. Библионавигатор по современной литературе». А эта книга вышла в соавторстве с Маринея Сарксян. Они отметили, что в последние годы в разных профессиональных кругах не смолкают дискуссии о том, что человечество вступает в новую информационную эпоху, в связи с чем у молодого поколения фундаментально меняется культура восприятия. Молодым людям трудно работать со словесным массивом. Им уже не нужен линейный текст. И акторы этой книги цитируют современного философа Константина Фрункина. Мне очень понравилась вот эта цитата, и поэтому мы включили для вас её в презентацию. Вы видите, что Константин Фрункин говорит, что угрозу книги представляет не отказ от текста как такового, а отказ от длинного, целостного и линейно выстроенного текста. И то же самое происходит в «Мире образов», где фильму противостоит клип. А словарь с коротким, ссылающимся одна на другую статьями, вот бумажная книга будущего. Текст будущего – это короткий и рубленный, вроде «Рефлик» в твиттере. И сегодня... Нет, пропусти. Вот это, ну, писательская, сегодня существует, выскочила. Ну ладно. Сегодня существует два совершенно противоположных мнения о современной отечественной литературе. Одно писательское. Они говорят, все писатели говорят, негде издать свою книгу. А другое читательское. Нечего почитать. При этом, когда заходишь в книжный магазин, глаза разбегаются от новинок. Поэтому читателю сегодня необходим навигатор по столь разнообразному и пестрому современному литературному процессу. Говоря еще о библионавигации, я... Вот посмотрите несколько слайдов, да, и важным партнером нашего проекта является сегодня крупнейший книжный гипермаркет России, «Московский дом книги», который ежедневно на своих книжных полках предлагает свыше 170 тысяч названий книг по всем предметным областям знаний. То есть для библиотекаря МДК в интернете вы можете войти. Это блестящий информационный центр. Кстати, там все книги проходят библиографическую обработку. И вы можете, и действительно, вот этот супермаркет, гипермаркет книжный отражает фактически за последние два года, а у нас ежегодно около 100 тысяч названий издается, идет отражение вот этого книжного и литературного нашего потока. Но магазин еще чем ценен для нашего проекта и нам как партнер, потому что ежемесячно выпускают журнал, «Читаем вместе». Вы видите, «Навигатор в мире книг». И даже вот в последнем номере взяли интервью о нашем проекте «Читающих родителей к читающим детям». И такая вот важная информация о современном книжном и литературном процессе может через наш проект доходить во все российские школы и регионы, даже туда, где нет книжных магазинов, потому что сейчас в ресурс «Читающие школы» входит с опережением этот журнал. Журнал наши партнеры регулярно продвигают. Дальше вернемся вот к Марии Александровне Черняк. Она говорит, что «Библионавигатор» поможет ощутить не только многогазие современной литературы, но и многогазие взглядов на нее профессиональных читателей, критиков литературы ведов. И поэтому в этой книге представлены обобщающие статьи и о новейшей литературе, и что очень интересен калейдоскоп цитат из критических работ последних лет. И каждая цитата – это приглашение к диалогу. В книге также включены тесты на знание текстов современной литературы, портрета современных писателей. И когда вот речь идет о литературе, которая создается на наших глазах, в режиме «здесь и сейчас», Мария Александровна говорит, фактор субъективности в выборе и оценках безусловно высок. И вот они включили еще такой раздел «Совет им почитать». И это уже голос молодого читателя. Это круг его предпочтений и интересов. Ну и еще, заканчивая разговор об этой книге, мы вам приводим замечательную цитату Пьера Бояра, что сегодня есть книга, его искусство рассуждать о книгах, которые вы не читали. И любопытный термин «внутренняя библиотека». То есть это те книги, которые являются для человека основополагающими. Это как бы его собственный отдельчик. И появление такой личной внутренней библиотеки, внутренней книги, которая составлена из наших фантазий и легенд, имеет прямое отношение уже к нашему выбору книг. И мне кажется, вот наша задача помочь сейчас современной молодежи создавать такую внутреннюю библиотеку. Мария Черняк представляет научную школу чтения Санкт-Петербурга. И уже несколько лет совместно с профессором Татьяной Гелемой Галактионовой они активно работают в команде лучших наших специалистов, словесников, специалистов по чтению в Сириусе по направлению литературное творчество. Необходимо отметить, что Татьяна Гелемовна Галактионова является одним из разработчиков нашего проекта «Пять шагов читающей школы стратегии роста». И органично в наш проект вошел проект Татьяны Гелемовны «Волонтеры чтения». В ближайшее время готовится к выпуску ее новая книга «Рабочая тетрадь волонтера чтения» в нашем издательстве. А также мы сообщаем с радостью, что готовится сейчас второй выпуск нашего бестселлера «Чтение плюс». И сборник будет построен по модульной системе. Я говорила, что разработано лучшими российскими специалистами по чтению. Я уверена, что это издание поможет повысить свою квалификацию многим нашим специалистам-практикам в разных концах России. Сегодня развиваются новые подходы в сфере изучения феномена чтения. Ширится область междисциплинарных исследований чтения. И сегодня нашим специалистам очень нужны новые подходы, методики. Ну и необходимо отметить, что в России сегодня сложилась уникальная научная школа по чтению, которая продолжает отечественные традиции психологии, педагогики, чтения. И задача нашего проекта соединить эту науку с практикой наших педагогов-словесников, педагогов-библиотекарей, организовать настоящие просветительские университеты для родителей наших школьников. То есть задача перед нами стоит интегрировать, сделать так, чтобы на платформе проекта были не только ресурсы научные, информационные, методические, но проект должен стать еще пространством, где многие наши практики, в том числе наши коллеги из публичных библиотек, владеющие современными технологиями продвижения чтения, получили бы с помощью нашего проекта возможность масштабирования своих проектов. И мы хотим дать им возможность широко распространять свои уникальные проекты во все школы России. А директора школ, которые сегодня участвуют в мониторингах по функциональной грамотности, получили бы научные, методические, практические разработки, созданные по теме чтения во всей России. Ну и зарубежных, конечно. У нас очень много сейчас разработок зарубежных национальных программ по чтению. И таким образом мы хотим сделать проект поистинно всероссийским, многоаспектным, многофункциональным. И мы рассматриваем читающую школу и как новый электронный ресурс. И это возможность расширения образовательного пространства школьной библиотеки, ее облачная инфраструктура. И вы видите информационный массив, это электронные каталоги, электронные версии журналов и профессиональные издания, и интернет-площадка, то есть отражение профессионального творчества наших практиков, педагогов, библиотекарей. Я как главный редактор, вот издательство нашей ассоциации, уже более 20 лет, мы выпускаем профессиональный журнал школьной библиотеки. Всегда восхищаюсь и удивляюсь уникальным работам наших школьных библиотекарей по чтению. Это настоящий фейерверк уникальных действительно проектов. И вот нужна систематизация сегодня, анализ, обобщение лучших таких практик по приобщению к чтению. И я думаю, что это позволит стать вот нам таким умным гидом, помощником для специалистов по актуальным образовательным, библиотечным и развивающим темам. Вот вы видите такой вот слайд, на котором мы постарались еще более подробно раскрыть. А что же такое читающая школа? Конечно, ядром читающей школы должна стать современная библиотека. И мы говорим, что это в сегодняшнем контексте это вход в пространство новых смыслов. Это, конечно, книжный клуб, который сегодня во всем мире тренд идет. Это превращение в клуб мышления. Это книжный клуб, читающий учители, движение читающих педагогов. Книжный клуб, читающая мама. Это самые различные конкурсы. Вот сюда мы вывели на экран конкурс «Самый читающий класс». Это такие проекты, которые сегодня мы видели за рубежом, читающая переменка. То есть книжные библиотечные зоны. То есть книги не только в библиотеке. Это по кроссинге. Это всероссийская школьная летопись, проект книга класса. Проект вот «Забикрит». Дэнни Джоэн, американский разработчик этой программы. И когда одна школа читает одну книгу, вот я видела это в Китае, например, вся книга, и учителя, и родители, и дети, и потом целая стена была такой рефлексией, писали анонимно свое отношение к этой книге. Это и проект «Волонтеры чтения», и проект «Страна читали», который позволит разрабатывать буктрейлеры. Это конкурс лучших плакатов. Вы помните, мы про резидентную школу говорили, а почему бы не выпускать, вот мы хотим в сентябре это делать, такие плакаты подсказывать вам, говорим правильно, и многое-многое другое. И таким образом читающая школа, она становится школой в библиотеке. То есть библиотека, как говорят сейчас все специалисты, она должна раздвигать границы класса, границы школы. То есть это такой генератор высокотехнологичной, смысловой такой среды, развивающей, творческой. И вот очень коротко пробежимся по тем направлениям, о которых я говорила. Вот это вот буктрейлер. Мы вам страничку из этого проекта «Страна читали». Мне очень нравится то, что делает Гайдаровка, наша знаменитая, и знаменитый специалист Татьяна Рудишина. Это фестиваль короткого рассказа. Почему бы он не мог войти вот эта технология в российские школы? Это вот мы уже несколько лет, уже, наверное, это Олеся выросла. Да, вот буккроссинг в моем классе. Это девочка в Санкт-Петербурге организовала в четвертом классе вот такой буккроссинг. И вот читающая переменка. Это то, что она тогда в своем проекте говорила. И это, конечно, вот то, что сейчас запущено нашей компанией, тоже партнером, Литрес вместе с Лайклаб, «Школьный книжный вызов». И видите, там сделаны номинации для школьников, вот описан весь этот проект. Вы можете потом в интернете более подробно посмотреть. Ну, он очень ложится в наш проект. Ну, конечно, это клуб друзей читайки. Вы видите на экране вкладку в наш журнал, которому более 12 лет, журнал «Читайка». Это вот запущено в 32-й школе всероссийское движение «Читайка». Даже придумали клятву «Читайки». Это, конечно, мы понимаем, что большие проекты – это большие ресурсы, которых нам не хватает, потому что мы – некоммерческая организация. Но, во-первых, я считаю, что главный ресурс – это люди, это лидеры, как магниты, притягивающие все остальные ресурсы. И таких в нашей ассоциации очень много. И всероссийская акция «Обним ребенка с книгой», которая была запущена во время пандемии, доказала это. И мы считаем, что важнейшим ресурсом любого проекта являются правильно выбранные партнеры. И таким партнерами для нас стала Российская книжная палата и наш совместный с ними проект «Электронный школьный каталог». А также, конечно, Константин Корстюк и его замечательный проект «Библиошкола». Необходимо отметить, что вот этот проект родился как электронно-библиотечная система ЭБС для вузовских библиотек, в которые очень скоро перейдут наши читатели, старшеклассники. И этот проект будет способствовать также развитию наших читателей, чтобы они приходили в вузовские библиотеки уже подготовленными. А для нас с вами это важный пример, как создавать такие электронно-библиотечные ресурсы, как создавать такую систему, чтобы действительно мы обеспечивали сегодня учебный процесс, создавали такое интерактивное учебное пространство. Вы видите галерею проектов «Директ-медиа», и вписана в эту галерею и наш проект «Читающая школа». И пролистаем несколько, да, здесь какие тематические коллекции. Вот обратите внимание на золотой фонд научной классики. Мы знаем, что в фондах школьных библиотек сегодня не хватает вот именно этого сегмента, как мы говорим, научно-популярной литературы. С другой стороны, сегодня в нашем образовании очень много говорят о кванториумах. И мы предложили в рамках нашего проекта «Читающая школа» под проект «Библио-кванториум. Территория дополнительного образования». И пользуясь случаем, я хочу выразить слова благодарности члену нашего стратег-комитета Ларисе Фрунзиной Валиульной, которая является автором этой идеи и разработчиком этого подпроекта. Еще несколько слайдов о проекте «Библиошкола». Вы видите, аудиокниги. И вот видите, еще раз координаты, как можно связаться с этим партнером. И вот в заключительном, как бы, да, в заключении еще буквально несколько тезисов. Считается, что индекс ПИЗа – это прежде всего индекс качества мышления, который важно сегодня развивать в контексте сложного, быстро меняющегося мира. Я часто показываю этот слайд, который в свое время меня потряс. Он отражает качество мышления. Вы видите, на самом высоком уровне российские результаты высокие, но такие результаты показывают только наши одаренные дети, которых всего по оценкам, кто говорит, 7%, кто 10%. А где же остальные? А остальные ниже нижнего уровня. И провалилась середина. И в связи с этим на многих научных площадках сегодня все чаще говорят об интеллектуальной безопасности, что актуально в контексте информационной и кипербезопасности наших детей, угрозы манипулирования их неокрепшим сознанием. И последние исследования говорят, что в стране резко снижается количество людей, которые обладают понятильным мышлением. Растет процент функционально неграмотного населения. А мир будет становиться все сложнее и сложнее. И справиться с этой сложностью сможет только тот, кто обладает культурой развития мышления. И сегодня специалисты говорят, что главное в сегодняшнем образовании это поставить мышление, так же, как ставят руки пианистам и ноги танцорам. И самым эффективным инструментом здесь становится творческое чтение. Расточительно человеку не пользоваться этим инструментом. Но в работе с информацией прежде всего, мы говорим, надо учить чувствование этой информации. Ведь образы информации внешнего мира превращаются в мыслеобразы только с помощью чувственного восприятия. А формирование логики речи, то есть это функция левого по ушаю, очень доминирует сегодня в жизни наших школьников. И дети перестают использовать природные образы, символы, которыми так богато, их память. И вот необходимо развивать целостное мышление как золотой ключик творчества. Помогать сейчас нашим детям способствовать тому, чтобы в единицу времени проходило как можно больше информации. И для этого мы ввели когнитивный сейчас блок, как и наши партнеры, коллеги за рубежом, уже давно получают опережающее образование педагоги-библиотекари по когнитивному направлению. И здесь надо сказать, что если говорить о мире, в котором сегодня мы живем, то его называют и нестабильным, и неопределенным, и сложным, и неоднозначным. И, как говорят, мы переживаем шок будущего, когда будущее наступает быстрее, чем мы успеваем к нему приспособиться. И, как называют специалисты, мы вступаем в эпоху глобальной турбулентности. Поясню. В зону турбулентности мы с вами попадаем во время авиаперелетов. И пока мы сидим пристегнутые, пилоты выводят самолеты из зоны турбулентности. Почему? А потому что их этому обучили на Земле заранее. Поэтому так важно сегодня заранее развивать качество мышления наших детей, готовить к этому сложному миру. Но прежде всего нам надо себя, специалистов к этому подготовить. И сегодня надо помочь детям приобретать навык работы с неопределенностью. Вот как учат пилотов, так учить вот этому работе со сложностью. И необходимо сегодня вот в рамках такой сложности и работе в хаосе, где непонятен вектор твоего развития, и когда нелинейные связи воспринимаются уже как норма, очень необходимо. Сегодня все чаще возникает такой термин форсательное мышление, форсать будущее. То есть мышление из будущего. И говорят, чем дальше точка Б, в которую надо из сегодня, из точки А перейти, тем лучше, то есть развивать горизонт мышления, и тем эффективнее будет выстраиваться вектор развития. И что же делать нашим детям вот в этих условиях, как его готовить к этому сложному миру? И мы предлагаем в рамках проекта «Читающая школа» организовать книжные клубы как клубы мышления. Вот здесь на экране вы видите любимый тоже слайд нашего большого друга Татьяны Владимировны Черниговской. Мы же с вами сейчас все чаще говорят на образовательных площадках, где обсуждают образование будущее, что меняется парадигма знаний в парадигма смысла. И знания уже ничто. Самое важное, как ты из этого знания можешь создать новое знание. И вот Эйнштейн, он об этом говорил, что знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс и прождая эволюцию. И вот вы видите, что в тренд вошли сегодня книжные клубы, даже появился книжный клуб в ООН в рамках целей устойчивого развития. Причем сегодня говорят беспламентарные идеи устойчивого развития общества в 21 веке не проживешь. И если делать упор на что-то одно, человечество попадет в эволюционный тупик, выхода из которого, по утверждению науки, нет. Поэтому вспоминаются слова Юрия Михайловича Локмана, который говорил, хорошо, что мы разные, потому что каждый из нас лишь часть истины, а вместе мы путь к ней. И вот вы видите, по 12 направлениям был создан такой книжный клуб целей в области устойчивого развития. Мы говорим, что вот опять вернутся к мышлению, к творчеству. Вы видите на экране наш главный проект сейчас — это библиотека «Мозг» и зона опережающего развития. И что самое главное, мы в этом проекте утверждаем, что это не только вот такая целостная, природосообразная среда, которая будет помогать экосистему до школы развивать. Но это и фонды, которые способствуют когнитивному развитию обучающих. И это, конечно, педагог-библиотекарь, который владеет когнитивными методами обучения и способствует развитию и функциональной грамотности, и креативности, и творчества. И посмотрите, как можно книжный клуб, например, как клуб мышления создать на базе школьной библиотеки, например, взяв как матрицу, книгу и структуру книги, которую предложила Ирина Ивановна Тихомирова. И вот вы видите на экране уже готовые вообще для такого клуба мышления разговоры, например, по обсуждению бабки, известной Валентины Осевой. Вот. Ну, мы предлагаем в рамках читающей школы электронный ресурс, да, вы видите на экране это. Дальше. Дальше. Все включается. Ага. Мы утверждаем, что необходимо обучать сегодня школьных библиотекарей, как руководителей чтением и как особых драйверов на пути к читающей школе и воспитывать читающих школьников как будущие созидатели процветающей России. А педагог библиотекарь может стать настоящим навигатором чтения, путеводителем таким по маршруту вперед в читающей школе, как мы говорим, и к читающей стране. Ну, здесь несколько слайдов в рекламе обратите внимание, что подписку сейчас можно сделать онлайн, подписка почта точка ру на наше издание. Вот, это и читайка, и очень много сейчас книг, новая книга Натальи Ивановны Гендиной сейчас выходит. Вот, мы продолжаем выставки. Вот, и я в заключении хочу сказать, что моя любимая фраза Николая Александровича Рубакина «Чтение только начала творчества жизни вот цель». Эта фраза особенно актуальна сегодня, когда человечество вступило, как мы говорили, в период своего беспрецедентного изменения, наши дети живут сегодня в мире возрастающей сложности и неопределенности. И мы сегодня с вами говорили о праве ребёнка на книгу и чтение, но на самом деле мы говорили о праве наших российских детей на творчество. И я уверена, что наше движение «Мы за читающую Россию» и проект «Читающая школа» будут поддержаны в ваших регионах и наша общая работа станет вкладом в счастливое читающее, а значит творческое и успешное будущее наших детей. Спасибо вам большое. Спасибо, Татьяна Дмитриевна, пока не уходите. Татьяна Дмитриевна, извините, в регламент не уложилась. Нормально. У нас в вкладочке вопросы, есть вопросы, давайте я их озвучу и может быть на них сейчас ответим. Так, тут часть была о технике, да. «Фонд устарел» Елена Витальевна спрашивает Рыбникова. «Фонд устарел на 90%, классика 70-80-х годов издания, произведения современных детских писателей нет, есть много детей, желающих читать именно бумажные книги. С 2009 года поступлений в фонд практически нет. с чем работать ситуация будет меняться в лучшую сторону. Вопрос. Татьяна Дмитриевна. Да, Елена Витальевна, но я сегодня говорила об этом, это наша боль, как мы говорим, фонды и кадры, да, огромные деньги выделяются на переподготовку, повышение квалификации наших педагогов, а во всем мире в школах идет сплошная переподготовка и, как мы говорим, опережающее образование именно библиотекарей. И второй острый вопрос. Уже 20 лет мы об этом говорим, это и я сама лично делала со своими коллегами три исследования за последние там 15 лет исследования состояния фондов. У нас цифра была 80% изношенности фондов, особенно вот основных фондов. И, конечно, когда я в самом начале говорила, что мы сейчас выходим с предложениями по стратегии развития школьных библиотек России, прежде всего номер один, это вопрос ресурсов, это вопрос, конечно, фондов. И спасибо вам большое за этот вопрос, за ваше неравнодушие, но знаете, что мы в Москве, и вообще наш актив нашего профессионального сообщества сейчас старается изменить ситуацию, и я думаю, в ближайшее время мы вас порадуем. Просто пока не могу все карты открывать, но это как бы осознанно эта проблема, я знаю об этом, и мы надеемся, что проект читающая школа, он тоже это позволит привлечь ресурсы, не только государственные, но ресурсы еще и бизнеса, и общества, и как это выстраивать, обязательно методические рекомендации мы будем давать вашим региональным министрам, которые при встрече мне всегда жалуются, что не хватает средств, даже полномочия сейчас в субъекте, и не хватает средств на комплектование основных фондов. Спасибо. Так, готова отвечать дальше. От Сухановой, как же скажу, Суханова, Елена Викторовна и Каменских Наталья Юрьевна спрашивали, как можно приобрести книгу Тихомировой уроки материнского чтения. И еще один вопрос от Чернявской Елены Владимировны, когда будет конкурс «Сто сказок о книге и чтении?» Как приобрести книги Тихомировой и когда будет конкурс? Мы, в принципе, вот сегодняшний, да, в День защиты детей мы запустили вот этот конкурс. Более подробно мы выставим на нашем портале, но, наверное, Татьяна Викторовна и у вас тоже, да, на Директ Медиа более подробные, да, потому что там доступ нужен будет к электронным версиям книг, которые как информационно-методическое сопровождение, то есть считайте, конкурс объявлен, вот, и можно уже начинать работу. Все информационно-методические материалы мы сейчас выставим на портале, в том числе и «Русло.ру». Так, второй вопрос был по Тихомировой, мимо, да, просто на «Русло.ру» в произвольной форме написать заявку, с вами свяжут, ну, и оставить свои координаты. С вами свяжется Андрей Борисович, вот он здесь рядом со мной сидит, и наша служба доставки, рассылки вам вышлит эту книгу. Вот, или если вы коллективно будет лучше, да, у себя в муниципальном районе, или там на уровне субъекта соберете заказ, то дешевле будет доставка, просто дешевле будет эта книга. Вот, а электронную версию, я думаю, что мы вот сделаем на директоре. Я думаю, что и ответ на вопрос, можно ли ссылку на открытый доступ к ресурсам, по сказкам, мы фактически уже ответили тоже. Фактически уже ответили. Да, да. Так, еще вопрос. Лошакова Татьяна Владимировна, Татьяна Дмитриевна, вы снова говорите, что педагог, библиотекарь, навигатор чтения, а простой школьный библиотекарь, зав библиотекарь, не навигатор, мы тоже учим творческому чтению, просто директор не дает эту должность. Вот. Ну, вопрос по должности педагога, библиотекаря, 9 лет уже, министерство просвещения, как главный регулятор, да, и региональные министерства не реализуют. То есть, вот сейчас в наших предложениях министерство просвещения, ну, один, да, первый вопрос фонда, второй кадры. И, конечно, весь социальный пакет педагога еще в 11-м году мы добились того, что Владимир Владимирович Путин, да, говорил на педагогическом собрании 31 мая 11-го года о том, что говорил о школьных библиотеках и о переводе на педагога-библиотекаря. К сожалению, наши регуляторы не выполняют. То есть, право применения много у нас и подзаконных актов, и есть ведомственные документы, но право применения слабое. Мы сейчас берем это на контроль, потому что уже перезрел вопрос, и так жалко, что таких много фанатиков не дождались льгот и ушли на пенсию. У нас сейчас очень большая смена идет внутри сообщества, то есть, старение кадров, и мне очень жалко, что мы не смогли добиться, мы ждали, что другие регуляторы это будут делать, но сейчас мы опять на свой флагманский путь выходим и будем сейчас выстраивать вместе с Министерством Просвещения основу для, как мы говорим, общественно-государственного регулирования профессии. Вот это самое главное. Мы со стороны вас, мы ваши защитники, но мы всегда говорим, мы не профсоюзы, мы защищая библиотекаря библиотеку, защищаем ребенка, мы ему даем, поэтому надо вот нам сейчас по-другому с властью разговаривать, что нарушается право ребенка на библиотеку, особенно вот в контексте резилиентности, которую сейчас институт стратегии развития образования, где центр оценки качества возглавляет Галина Сергеевна Ковалева, наша знаменитая и мой большой тоже друг, вот, вот на это сейчас делают ставку. И я хочу сказать, коллеги, я с 1 января сейчас старший научный сотрудник института стратегии развития образования, именно для того, чтобы с центром оценки качества соединить вот эти мониторинги по функциональной грамотности, которые у вас в субъектах проходят с нами, понимаете, вот читающие школы, это прежде всего библиотека, да, современная, мы через это можем вытащить проблему и фондов, и кадров, закрепить, и поэтому в скором времени, вот мы, наверное, и на платформе Академии Директ Медиа запускаем школу лидеров, которую мы хотели в Пушкиногоре в этом году открыть, но вот пандемия нам, кажется, помешала, но ничего, наши форумы впереди, а пока вот такая вот онлайн школа лидеров, да, вот таких педагогов-библиотекарей, школьных библиотекарей, она в ближайшее время откроется, и блестящие специалисты, и когнитивисты, и психологи, специалисты по чтению, и коуч вот этой знаменитой Натальи Долина, да, вот, которая написала книгу про лидерство, все они будут с нами работать и позволят вам действительно вот такими драйверами становиться, ну и надо защищать, конечно, ваш вот этот педагогический статус нашей профессии. Спасибо. Светлана Владимировна Саулиной. А можно как-то на верхнем уровне закрепить, чтобы каждой школьной библиотеке выделялось какое-то количество художественной литературы, чтобы хоть как-то пополнять фонд и заменять ветхие книги. Ну вот опять про фонды. Ну да, вы знаете, я сейчас все, как говорится, имена и карты раскрывать не буду, но мы сейчас выходим на очень высокий уровень для того, чтобы получить сейчас, вернее, как лучше сказать, чтобы нам поддержали проект аналогичный, который был у нас в 2002 году. Коллеги, кто много лет работает, помнят, это был президентский стотомник, когда сто томов лучших книг до классики поступило во все школьные библиотеки. Вот сейчас мы добиваемся того, чтобы из федерального финансирования было, потому что очень многие в субъектах ваши руководители, министры региональные говорят, что нет в бюджете денег для того, чтобы вот так устойчиво комплектовать. И поэтому здесь на условиях софинансирования можно действительно хорошо пополнить сейчас фонды. Поэтому мы и списками занимаемся, и поэтому буду рада, если вы представители сообщества включитесь в эту работу. И значит занимаемся теми, кто все это профинансировать сможет. Но пока карты не могу вот так в таком открытом пространстве открывать. Вот, потому что чтобы не спугнуть удачу. еще один большой вопрос у нас есть от Людмилы Владимировны Киселюк. Я библиотекарь библиотеки колледжа. Наше руководство не только не поддерживает материальную библиотеку, но и в некотором роде пропагандирует отказ от традиционных библиотек, для постановки на сворачивание. После оптимизации на шесть объединений оставалось две библиотеки, а теперь планируют закрыть еще одну. Аргументируя тем, что традиционное чтение не актуально, а для электронного достаточно сохранить одну библиотеку формально для отчета. Проблема в том, что в итоге мы отказываем заинтересованным детям в чтении традиционных книг, а электронные не являются для них удобной и привычной формой. В результате пополняются ряды неграмотных в самом широком смысле молодых людей. Хочется услышать ваше мнение по этой проблеме. Татьяна Викторовна, спасибо большое. А можно будет потом, да? Вот нам передать вот эти вопросы. Вопросы можно будет получить ответ уже, дать его письменно. Да, но я хочу сразу коллеге сказать, что, к сожалению, это очень распространенная позиция директоров школ, заложниками которых мы с вами являемся. То есть какие бы там и трибуны высокие, и Госдумы, и всего, где все уже были рекомендации, и после тех парламентских слушаний один след назад, я думала, все, мы проблему решили, потому что отправили с субъектом, губернатором вот это положение с фундами, и отношения, да, какие последствия, вроде бы все должно, но видите, как до сих пор существует такая ситуация, и когда хотят поправить положение школьников в ПИЗе, да, и решить вот эту задачу, перепрыгнуть на десятое место хотя бы войти, не соединяет это с тем, что у ребенка нет книг, он, когда еще хочет читать, ему нечего читать, а потом наступает вот этот период десяти-двенадцати лет, как наши нейробиологи говорят, это вот зона формирования функциональной неграмотности, вот мы в эту точку бьем, и думаем, что сейчас через эти проекты и через наших партнеров политических мы будем решать эти задачи, но мне бы ваш вопрос хорошо бы иметь, не называя вашу фамилию, там, я ни в коем случае всегда там стараюсь защитить своих библиотекарей, не подставляя их, потому что мы знаем субординацию, знаем зависимость от руководителей, но как аргумент он бы мне пригодился сейчас, потому что новое руководство на наше направление пришло в Министерство просвещения, поэтому важно им показать глубину проблемы, не только вот от себя лично, но показать подтверждение ваш запрос. Спасибо. Ну, вот вроде все вопросы такие основные мы разобрали, осталось несколько еще вопросов, мы, наверное, распечатку чата сделаем, Татьяне Дмитриевне передадим, и тогда уже в режиме, наверное, прямого ответа, такого целевого ответа ответим всем участникам, кто сегодня задавал вопросы, ну и посмотрим по общему чату, какие-то вопросы могли остаться там. Большое спасибо, Татьяна Дмитриевна, за такую полезную, интересную, нужную, актуальную информацию, большое спасибо за сегодняшнее участие, были рады вас видеть у нас, надеюсь, это не последняя наша с вами встреча. большое. Конечно, мы только начинаем. Большое спасибо всем участникам за сегодняшнюю активную работу, за то, что задавали вопросы, еще раз повторю, на все вопросы мы ответим обязательно, передадим их Татьяне Дмитриевне, ну и все будет хорошо, надеюсь. Большое спасибо, Татьяна Дмитриевна. Спасибо. Мы с вами сейчас заканчиваем, а с участниками поговорим немножко по регламенту нашему. Так.